Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задой и мы продолжаем публикацию наших ежедневных видео. Для начала позвольте начну видео с небольшого объявления. Сегодня 26 февраля у нас стартует курс Путь миллионера и первое занятие на всех наших курсах в рамках обучения в Академии Трейдинга мы всегда проводим бесплатно. То есть первое занятие бесплатно, чтобы пришли, позадавали вопросы и так далее. Но в этот раз мы не просто проведем занятие бесплатно, а мы его проведем в формате мастер-класса, где я расскажу о трех причинах бедности и богатства. Я убежден, что каждый человек сам выбирает быть ему бедным или быть ему богатым. Все это зависит от того, в общем-то, ну короче приходите на мастер-класс, я вам расскажу про три причины, почему вы бедные или почему вы богатые. Причем для меня нет такого понятия, как там средний класс там да и так далее. Человек либо бедный, либо он богатый. Хотите быть богатыми, хотите узнать трех причинок, приходите, ссылку я попрошу, чтобы разместили под этим видео. Ну а сегодня у нас понедельник, а это значит, что самое время записать какое-нибудь мотивирующее видео, которое, в общем-то, вас немножко настроит на рабочий лад в начале текущей недели. И я очень давно хотел с вами поговорить о выходе из зоны комфорта. На самом деле 99% людей живут в зоне комфорта. Просто вот эта зона комфорта, она у всех разная. У кого-то зона комфорта, это когда у тебя трешечка в хорошем районе, там машина у самого себя, там машина у жены, загородный домик, хорошая, приличная работа, хорошая зарплата и так далее. А у кого-то зона комфорта, это доступ к мамкиному холодильнику в 30 лет. Так вот, а ведь все люди практически как-то декларируют, что я бы хотел там что-то новое, интересное, двигаться, развиваться. Один из немногих способов действительно расти и развиваться, это выводить себя из зоны комфорта. Причем порой жизнь сама нас выводит из зоны комфорта. Ну, примеры там могут быть как приятные, так и неприятные. То есть, человек там, допустим, обзавелся семьей, вот уже вышел из зоны комфорта. Родился ребенок, вот опять же выход из зоны комфорта. Иногда человек там, допустим, теряет работу, опять же выход из зоны комфорта. И вот эти вот ситуации, которые нам преподносит жизнь, они не всегда нам приятны. То есть, допустим, потеря работы, такой вот выход из зоны комфорта, это не очень приятное дело. Но, тем не менее, вот именно такие ситуации, которые выводят нас из зоны комфорта, они, собственно, и заставляют нас расти, развиваться, там, не знаю, что-то делать в жизни новое, зарабатывать больше денег, двигаться, развиваться и так далее. Так вот, не нужно, на мой взгляд, ждать, когда жизнь сама подкинет вам какие-то случаи, когда вам придется выйти из зоны комфорта. Нужно всегда создавать самому себе вот такие ситуации, когда вы будете выходить из зоны комфорта. Только так можно расти, только так можно развиваться. Поэтому, если вы хотите что-то нового сделать, выводите себя из зоны комфорта. Каждый день, каждую неделю настраивайте себя, идите к чему-нибудь неизвестному и только так вы будете расти. Ну, собственно, наверное, и вот, кстати, да, очень примечательно в этом смысле выход из зоны комфорта. Как пример, это наша сборная по хоккею, которая просто феерично выиграла Олимпийские игры. Я думаю, что вы все это видео смотрели, да, смотрели у телеэкранов, у себя дома, не поленились проснуться в 7 утра и болели за нашу сборную. Вот чисто русская история, да, сначала загнали себя, как сказал Максим Батарин, в задницу, потом как-то дотянули до последнего момента, потом загнали себя в задницу и только потом отыгрались и, в общем-то, с победой завершили Олимпийскую вот эту вот гонку. Это же, ну, сущность нас, вот, русских, мы так действительно и живем. Мы сначала тянем до последнего, потом загоняем себя в задницу, как раз-таки вот она вот эта вот, выход из зоны комфорта, приходится этот выход делать и только потом начинается какой-то победный рывок и мы чего-то достигаем. Так что, короче, выводите себя из зоны комфорта, двигайтесь вперед, ставьте перед собой цели и все будет здорово. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно, оно было для вас интересно, оно хоть как-то вас заставит о чем-то задуматься, переосмыслить свои какие-то планы, цели и начать двигаться вперед. Я очень надеюсь, что я в этом вам помог. Если это так, обязательно ставим лайк, если вы впервые на нашем канале, нажимайте на кнопочку подписаться, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видеороликов и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Ну, а с вами был Глеб Задоя, поздравляем всех нас с вами с тем, что наша сборная по хоккею выиграла такие Олимпийские игры, несмотря на все эти преграды и сложности, которые были у нас в этом году. Это был фантастический матч, я вот ни разу не пожалел, что в воскресенье я проснулся в 7 утра. Короче, друзья, это круто, мы гордимся нашей сборной и я думаю, что они нас дальше будут радовать такими крутыми победами. Всем большое спасибо за внимание и пока!